Друзья, добрый день! Меня зовут Андрейка Алена. Я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение». Сегодня я освещу тему «Как набрать и как сбросить вес на сыроедение». Вот смотрите, все очень просто. Когда мы сбрасываем вес? Когда мы работаем со своим организмом? Ситуация такая. Когда мы переходим на сыроедение, и, например, у нас не было предварительной чистки, о которой я говорила в одном из своих видео, что на самом деле на сыроедение нужно переходить только после глубочайшей чистки для того, чтобы избавиться от гельминтозы как межклеточного внутриклеточного, так и крупных червей. И, соответственно, если чистка не проводилась, то происходит следующее. Все эти гости начинают есть своего хозяина. Это, грубо говоря, человека. И, соответственно, человек худеет. То есть не стройнеет, а именно худеет. То есть происходит ущемление организму. Если же в течение первых каких-то переходных месяцев, полугода или года, человек усиленно чистится, то есть он употребляет кастровое масло, он употребляет горькие травы, он периодически какие-то вещи еще проводит по очистке организма. Все сбрасывается вес правильно. То есть в первую очередь что происходит? Уходит лишнее. Уходят токсины, уходят каловые какие-то отложения, уходит гельминтоз. Самое главное уходит тот баланс, который внутриклеточным и межклеточным был. А я уже говорила до 50% от массы тела. И человек стройнеет. То есть есть два фактора. То есть в любом случае, чаще всего, если сыроедение правильное, я говорю сейчас только о правильном сыроедении, когда это реально сыроедение, то есть нет варенки, вы не употребляете смежные продукты. Я не говорю о квашеном, маринованном и так далее, потому что об этом мы еще поговорим. То есть настоящее чистое сыроедение. Соответственно, в любом случае происходит постройнение тела. То есть и в случае чистки, и в случае ее отсутствия. Теперь, когда у нас вес доходит до нашего оптимального какого-то значения, то есть нам нравится, как мы выглядим, нас все устраивает. В этот момент возникает как бы такое полукритическое состояние, когда ты понимаешь, что все равно вес тает. То есть все равно идет какое-то постоянное снижение веса. Что делать в этом случае? Нужно вообще пересмотреть свое сыроедение. Вот смотрите, говорят, что на сыроедении много ешь. Много ешь, потому что вот хочется все время кушать. Иногда это происходит из-за того, что организм наконец-то вздохнул. То есть ему хорошо, и он наконец-то почувствовал, что вот она свобода. Можно кушать столько, сколько хочется. И все это усваивается. И он так соскучился по этой живой пище. И в принципе как бы это нормально. То есть первое время действительно на сыроедении хочется очень много кушать. Со временем ты понимаешь, что можешь наесться горстью какой-то сыроедической еды. То есть это в принципе три раза в день. Плюс какие-то может быть перекусы, могут быть и нет. Но чаще всего есть там яблочко, бананчик, еще там что-то. То есть есть моменты этого. Но в целом в принципе это все уходит. Но беспокоит следующее, что вес-то не нарастает, он все равно тает. То есть несмотря на то, что ты много кушаешь и на сыроедении в первое время действительно хочется это делать, тает вес. Вот тут нужно пересмотреть свое сыроедение. Во-первых, понятно, что все мы живем в России. И у каждого бюджет свой, но среднестатистический бюджет позволяет питаться так, как мы питаемся. И не всегда человек может себе позволить на столе иметь каждый день орехи или какие-то масла, еще там что-то. А вот это для сыроедения важно. И говорят в силу этого, что сыроедение вообще не такая уж дешевая вещь. Она не дешевая, если ты не умеешь правильно готовить. То есть на самом деле я предпочитаю брать те продукты, которые растут в нашей полосе. То есть в России, грубо говоря, то, что растет в России. Конечно, в последнее время кто скажет, что банан это не наш продукт, который мы видим, если ты сыроед, буквально чуть ли не каждый день. Понятно, что наш организм привыкает к этим новым продуктам. Мы уже даже считаем его своим. Но в целом, я говорю о свеклее, морковке, зелени, луке, чесноке и так далее. То есть все, что растет у нас в России, плюс зернобобовые, плюс грибы даже какие-то. Но это спорный момент, о нем мы еще поговорим. Вот. То есть все это желательно употреблять. Смотрите. Почему происходит потеря веса? Во-первых, на среднем, в обязательном порядке нужно пить воду. Нас сушат. То есть организм вообще раньше и так-то не очень много пил. Сейчас вообще не хочется пить. И нас сушат. Мы высыхаем. Поэтому водичку нужно пить. Я бы не сказала, что так как рекламендуют 3 литра в сутки. Потому что это все-таки для почек реальная нагрузка. И не всегда хочется столько пить. Да и причем, я заметила, что когда пьешь много воды, начинаешь мерзнуть. Утекает энергетика. То есть постоянно. То есть ты выпил, вода вышла. Выпил, вода вышла. И вот это постоянно ток воды вместе с энергетикой. Он начинает холодить. То есть человеку холодно на среднем. Поэтому пить надо. Ну минимум полтора литра уже за день то надо выпивать. Чтобы не сушило. Потому что нам кажется, что в принципе вот эта худоба, мы ее не связываем с недостаточностью питьевого какого-то объема. Мы думаем, что это из-за еды. Первое, это вода. Второе, это масло. Вот смотрите, какое дело. У нас общеклетки имеют жировую оболочку. И на сыроедении ты можешь не съесть там яблочко или не съесть бананчик, но масло нужно есть. И я не говорю о том рафинированном вообще масле, которое валом там валяется на полках магазина. Я говорю о сыродавленном масле холодного отжима. Понятно, что не каждый может себе позволить литрами его пить. Но я сейчас скажу шокирующую вещь. В силу того, что мы должны молодеть. Мы должны самовосстанавливаться. Мы должны как-то держать вообще себя в тонусе. Масла нужно пить много. От 100 грамм масла за один претест. То есть вот смотрите. То есть сыреческие борщи, супы, салаты, каши и все. Даже вплоть до каких-то сладостей. Все это реально готовить с маслом. Теперь вопрос, какое масло. Масло должно быть с омега-3 жирными кислотами, полиненасыщенными кислотами. В первую очередь это льняное масло, рыжиковое масло и кедровое. Ну конечно понятно, что кедровое столько не напасешься, оно дорогое. Но вот льняное. То есть в аптеке продают льняное масло. Ну его вообще ворох сейчас. Пожалуйста, сколько хочешь. Но здесь нужно быть аккуратным. То есть это все-таки жареное масло. Есть у нас умельцы. Мы, например, с супругом тоже производим масло холодного отжима. У нас свой маслопресс дома. Но мы вышли из этой ситуации таким образом. То есть мы взяли и каким-то образом выкрутились. То есть мы купили свой маслопресс и делаем себе масло. Вот. Поэтому недостатков в масле нет. Теперь о еде. Значит, сильно облегчать питание не стоит. Облегчать от калорий, я имею ввиду. То есть должны быть и лаковые, и бобовые, и орехи. Причем основная масса их приема должна происходить с утра. То есть это какой-то завтрак. Может быть какие-то типа мюсли там, значит, сыроического приготовления. Из орехов они прекрасные получаются. Из высушенных в дегидраторе злаковых. Ну и так далее. То есть на самом деле, вот завтрак, он должен быть калорийный. Он должен быть сытным. Обед то же самое. То есть очень вкусные соусы приготовляются из семечек, из орехов. То есть это такие как бы сыроедческие майонезы. Они могут идти как к борщам, как к супам сыроедческим. Так и вместо такой заливки, может быть, какой-то своеобразного майонеза к салату. То есть должны быть калории. Должно быть не просто много и вкусно, особенно первое время. Не стесняйтесь. То есть на самом деле, вот не нужно комплексовать по поводу того, что вы очень много кушаете на сыроедении. Это пройдется времени, да. То есть я с 19 лет на сыроедении, это уже больше, ох, намного больше, чем 10 лет, да. И получается, что кушаешь ты где-то первый год, да, прям так хорошо кушаешь. Потом это все уходит, потому что ты понимаешь, какие продукты тебя питают. Конечно, конечно, дополнительно не стоит себе отказывать в перекусах, да. То есть вот особенно первое переходное время, чтобы вес как-то нормализовался. Организм успокоился, сказал, все, у меня все хорошо, я не нервничаю, я как бы в этой стройности теперь пребывать так и буду. Не снижая и не повышая веса, да. То есть не забывая о перекусах. Не нужно стесняться, да. Вот девочки иногда так вот переходят на сыроедение, вот мне надо сбросить 10 там килограмм, 7-8, неважно сколько. И они прям вот себя на одних салатах. А потом они не выдерживают через полгода и говорят, ой, сыроедение вообще страшный сон и вообще я не советую. Поэтому на самом деле вот мы не стесняемся, да, вот как организм скажет, так и будет. Вот если это его оптимальный вес, да, и вам кажется, что вы немного полноваты, то успокойтесь, это ваш оптимальный вес. То есть нужно разбираться с гормональным балансом, да, то что там происходит. Нужно разбираться с предрасположенностью какой-то по аюрведе, да, то есть, ну там тоже можно посмотреть. По энергетике посмотреть, потому что иногда вот эта полнота излишняя или может легкая полнота. Да, это все-таки связано с эзотерическим какие-то показаниями, с астрологическим в том числе, потому что, например, если у человека центреформа молодыша Юпитер, то его будет как бы масса набираться. Соответственно, вот эти все вещи надо смотреть в комплексе, да, потому что вот смотрите, очень много людей смотрит на сыроедение узко. Вот я там типа только сыроежу. Не получится. Когда вы переходите на сыроедение, целая философия, философия чистой от мертвой пищи, да, ну как бы жизни. То есть это жизнь, это не просто питание, узкая полоса вашей какой-то, ну, не знаю, поле, да, вашего, а именно вот вся жизнь. Потому что если вы переходите на сыроедение, меняется философия. И вопрос с весом, это тоже философский вопрос, то есть нужно разбираться. Но в целом могу сказать так, да, то есть в первую очередь чистка, да, чтобы грамотно сбросить вес или остановиться на том уровне, потому что чистка все-таки она помогает организму стабилизироваться, прийти в нужное для него состояние, да, в его баланс. И потом уже мы потихонечку поддерживаем то, что у нас есть с помощью правильного сыроедения. То есть нужно уметь питаться, да, калорийно питаться, хорошо питаться. Как экономить, да, на сыроедении я расскажу в следующих своих видео. В принципе, здесь никаких секретных вещей нет. Все бюджетно, все доступно. Самое главное понимать, что здоровье всегда дороже. Да, хорошего вам дня, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. У меня есть свой блог, блог Андрейка Алены. Найти меня легко, да, и по ссылкам под видео. Пожалуйста, жду вас. Хорошего вам дня, друзья. Спасибо. Спасибо.